Кори Хейм, звезда таких фильмов 80-х, как Пропащие ребята, боролся с зависимостью и последствиями детской славы на протяжении большей части своей жизни, которая, к сожалению, оборвалась в 2010 году. В этом видео вы узнаете подробности трагической истории жизни Кори Хейма. Кори Ян Хейм родился в семье Джуди и Берни Хейм 29 декабря 1971 года в Торонто, Онтарио. Семья была самая обыкновенная, и в юности Кори был застенчивым и в основном держался особняком. Уроки актёрского мастерства были способом для замкнутого Хейма открыться немного больше и чувствовать себя уверенно среди других детей. Когда Хейм пытался выяснить, в чём заключаются его интересы, участвуя в нескольких видах деятельности, включая актёрское мастерство и спорт, его родители развелись. Хейму было крайне тяжело видеть развод родителей. Позже стало очевидно, что детство Хейма осложнялось его статусом ребёнка-актера. Это означало, что он столкнулся с рядом травмирующих происшествий, которые повлияли на его будущее. Кори Хейм не очень хотел присоединяться к актёрской индустрии, его больше интересовал хоккей, и он хотел заниматься этим спортом профессионально. Но когда он стал свидетелем того, как его старшая сестра пыталась пройти прослушивание, он подумал, что не мешает попробовать и этот вид деятельности. Он быстро стал популярен. Хейм был очарован работой перед камерой, снимаясь в рекламе, когда ему было всего 10 лет. Хейм получил свою первую серьёзную роль в сериале Близнецы Эдисона, который транслировался с 1982 по 1986 года. Действие детского сериала вращалось вокруг вундеркиндов, которые вместе отправились в приключения, используя науку для преодоления различных преград. Этот проект стал стартовой площадкой для Хейма, сделав его звездой Голливуда. Хейм снялся в своём дебютном фильме, триллере Перворождённый, когда ему было всего 13 лет. Однако ситуация начала накаляться, когда актёр Питер Уэллер не очень хорошо отреагировал на похвалу Хейма. Уэллер ударил парня о стену, и их смогли разнять только после того, как вмешались три члена съёмочной группы. Хейма напугал этот неожиданный инцидент, и ему потребовалось время, чтобы пережить его. Позже Уэллер извинился за случившееся и сказал, что слишком увлёкся тем, что вживался в роль. Фильм не впечатлил зрителей, несмотря на то, что в нём сыграли две главные звезды – Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший. Тем не менее, Хейм продолжил заниматься актёрской деятельностью, формируя своё портфолио и работая над несколькими проектами, в том числе над комедией 1985 года «Любовь Мёрфи», где он снялся вместе с Салли Филд. У Хейма было несколько второстепенных ролей в таких фильмах, как Тайный поклонник, прежде чем он взял на себя особенно сложную роль, а также свою первую главную роль, когда сыграл парализованного мальчика в фильме Серебряная пуля. Он также получил признание за работу в фильме Время Жить. Благодаря ему он удостоился широкой известности и награды молодой актёр года. В 1986 году весь этот импульс успеха достиг кульминации в фильме Лукас, за роль в котором он заслужил похвалы критиков, а также покорил зрителей своей игрой. Кинокритик Chicago Sun-Times Роджер Эберт писал, «Хейм играет немилого маленького мальчика, который затрагивает вашу сентиментальность. Он создает одного из самых многогранных, сложных, интересных персонажей среди всех недавних фильмов» Эберт добавил, что если молодой Хейм сможет реализовать свой потенциал, который он уже продемонстрировал, то далеко продвинется в своей актёрской карьере и не исчезнет из памяти общественности. К сожалению, Лукас оказался определяющим опытом для Хейма по совершенно другим причинам. В 2008 году Хейм рассказал в эпизоде своего реалити-шоу 2 Кори, что он подвергся насилию, когда ему было 14 лет. Позже и его мать, и друг, и частый партнер по фильмам, Кори Фельдман, утверждали, что актёр стал жертвой насилия во время съемок Лукаса. Мать Хейма рассказала Пиппл, что он так долго держал в секрете этот факт, потому что не хотел, чтобы его винили за это. Он сказал, «Мама, кое-кто мне причинил боль, но мне не нужно отвечать ему тем же. Он должен унести эту тайну с собой в могилу» Мать Хейма позже сетовала на то, что её сын слишком рано стал частью шоу-бизнеса. Она сказала, что если бы он не был актёром, то у него было бы обычное детство, рассказывая Пиппл, Кори остался бы в школе в Торонто со своими друзьями, играл бы в хоккей, как он и хотел. «Не лучшая идея – снимать таких маленьких детей в Голливуде. Занимайтесь этим летом. Позвольте им ходить в школу, а не выбирать Голливуд» Несмотря на личную травму, Хейм продолжил карьеру. За Лукасом последовал один из самых важных для него фильмов, Пропащие ребята, который снискал ему большую любовь к публике, пускай критики и не были особо впечатлены. – Какие эти макгаты? – Макгаты, Майкл. В том же фильме Кори Фельдман и Хейм объединились. Их совместная работа стала хитом настолько, что их позже начали называть Два Кори. На протяжении всей своей карьеры Фельдман и Хейм работали вместе над десятью фильмами, а также реалити-шоу. Как и в случае со многими детьми-звездами, Кори Хейму стало труднее в профессиональном плане, когда он вырос. 90-е были тяжелым временем для актёра, который изо всех сил пытался оставаться востребованным, при этом борясь с наркозависимостью. Путь Хеймана со злоупотреблением психоактивными веществами был долгим. Он говорил, что впервые попробовал наркотики, а также выпивку, когда снимался в Лукасе, и в конечном итоге изо всех сил пытался контролировать свою зависимость, экспериментируя с несколькими видами наркотиков. В 90-х он работал над видеоигрой под названием Double Switch, среди других небольших проектов, но, похоже, ничего не помогло реабилитировать его карьеру. – Может, в следующий раз, сука! Хейм был вынужден объявить о ванкротстве в 1997 году. В начале 2000-х актёр попытался восстановить свою жизнь и избавиться от наркозависимости. К сожалению, он подсел на лекарства, отпускаемые по рецепту. Как однажды объяснил сам Хейм, «Я начал с антидепрессантов, которые были намного лучше, чем стимуляторы, потому что я нервничал. Но одна таблетка вела к двум, две к четырем, четыре к восьми, пока в конце концов я не стал принимать чуть ли не 85 в день. Врачи не могли поверить, что я съедал такое количество» Не то чтобы Кори Хейм не пытался бороться со своей зависимостью. Он много работал, чтобы очиститься, посещал реабилитационный центр и избавлялся от наркотиков. К сожалению, он продолжал возвращаться к ним, попав в порочный круг. Он даже снял о себе фильм под названием Кори Хейм «Я и обо мне» в 1985 году. Актёр имел дело со слухами о своём пристрастии к наркотикам и хотел поговорить со своими поклонниками об этом. Во время выхода фильма Хейм сказал своим встревоженным фанатам следующее, «Через десять лет я, надеюсь, буду на Таити или, вроде того, отдыхаю в своём огромном особняке, если всё пойдёт хорошо. Всё зависит от меня» К сожалению, Хейм постоянно боролся с зависимостью, неоднократно возвращаясь в реабилитационный центр. Его пристрастие к лекарствам, отпускаемым по рецепту, заставило его сильно поправиться, и, как он утверждал, также перенести инсульт. Мать Хейма пыталась вернуть сына в нужное русло, уговаривая его переехать в Торонто и держаться подальше от Голливуда. В 2004 году вышла песня группы Thrills, «Whatever Happened to Кори Хейм». Несмотря на то, что она не была напрямую связана с актёром, песня привлекла внимание Хейма, и он сказал в ответ, «Я чист, тресв, скромен и счастлив» По словам Кори Фельдмана, к нему и Хейму плохо относились другие актёры. Фельдман сказал, что огласка об употреблении ими наркотиков была просто предлогом, чтобы вывести их из игры. В последние годы своей жизни Кори Хейм часто был один. В тот момент Фельдман перестал общаться с Хеймом из-за проблем с зависимостью актёра. Прискорбный инцидент, связанный с появлением Хейма на съёмочной площадке в состоянии опьянения, заставил Фельдмана сделать вывод, что неразумно, чтобы актёр общался с его семьей. Со своей стороны Хейм парировал, сказав в 2008 году, «Я всегда буду любить Кори Фельдмана, но я потерял 105% уважения к нему и его жене» В 2010 году сосед актёра сказал CNN, что пускай Хейм выглядел более здоровым, он оставался одиноким. Он сказал, что иногда замечал актёра на публике в поисках компании или друзей. Кори Хельдману не повезло и с романтическими отношениями. Одна из его бывших, актриса Алиса Милана, однажды сказала, что безуспешно пыталась поддержать его и дать необходимую помощь. Кори Хейм, несмотря на то, что в начале своей карьеры добился успеха как актёр, в конце жизни не имел больших денег. Согласно eOnline, из-за пристрастия к наркотикам актёр остался без денег. Когда Хейм объявил о банкротстве в 1997 году, у него было лишь несколько активов, на которые он мог претендовать, а именно его BMW, 100 долларов наличными и гонорары на сумму около 7500 долларов. Этого явно недостаточно, чтобы обеспечить какую-либо финансовую безопасность. В 2010 году Хейм переживал такие тяжелые времена, что о его похоронах позаботилась организация по продаже памятных вещей знаменитостей, которая оплатила расходы. Несмотря на то, что Хейм пытался спасти свою карьеру, он просто не смог позаботиться о своих финансах и снова встать на ноги. В 2001 году он даже попытался заработать немного денег, продавая свои волосы и зубы на аукционе eBay. eBay отменил аукционы Хейма, потому что они нарушали политику веб-сайта, запрещающую продавать части тела. Кори Хейм боролся с наркозависимостью большую часть своей жизни и неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством с помощью наркотиков. Кори Фельдман признался, что его старый друг пытался умышленно получить передозировку несколько раз, рассказывая интервьюверу. Кори сделал много ошибок, но он всегда старался быть лучшим человеком. Фельдман также описал инцидент, когда он обнаружил, что у его друга идет пена изо рта из-за передозировки. Фельдман спас Хейма, залив ему в рот угольный раствор. Перед смертью Кори Хейм заболел гриппом. Он жил со своей мамой. Когда он скончался, ходили слухи о самоубийстве или передозировке наркотиками, которые позже были развенчаны. Если у вас или у ваших знакомых сложилась сложная жизненная ситуация, то это серьезно. Позвоните по телефону доверия психологической помощи Внезапная смерть Кори Хейма застала многих врасплох. Актёр скончался в 2010 году, оставив многих поклонников в состоянии шока. Согласно CNN, мать Хейма вызвала скорую помощь в их квартиру рано утром 10 мая, после того, как Хейм почувствовал головокружение и позже перестал реагировать на что-либо. В доме актёра не было обнаружено никаких запрещающих препаратов, но было несколько лекарств, отпускаемых по рецепту. Кори Фельдман рассказал о том моменте, когда он узнал о кончине своего друга, сказав, что слезы сразу же потекли по его лицу. – Это человек, который пытался впервые, и больше, чем все в мире, он хотел быть там для его мамы. Он добавил, что для всех было важно извлечь уроки из того, что случилось с его старым другом, сказав интервьюверу. «Мы все должны принять это как урок того, как мы относимся к людям, с которыми живем в этом мире, пока они всё ещё здесь, и менять мир к лучшему. Я надеюсь, что искусство, которое Кори оставил после себя, оставит в памяти людей всю его страсть и то, ради чего он действительно жил. Позже выяснилось, что актер умер от пневмонии и других естественных причин. Передозировки не было. Хейм был давно готов к такому исходу. За несколько лет до своей кончины Хейм сказал, что хочет, чтобы люди помнили его и учились на его примере.